Музыка И наверное попытка номер два попробуем сделать это еще раз сейчас нас должно быть слышно обязательно Ну будем надеяться что это действительно так И слышно и видно Мы перед вами разыгрывали такое смешное наверное немое кино общались представлялись Те кто умеет читать по губам конечно же нас поняли но для большинства Которые не умеют читать по губам Я думаю что просто большинство не умеет все таки читать Оно им сейчас не надо абсолютно А кроме этого тебе еще мешает микрофон поэтому с проблемами читать твои губы Вот опа и уже стартанули бой Итак коротко скажем что играет команда Тайпаны против команды Red Rush Team 2 Вот и соответственно мы сейчас будем стримить этот бой Как вы видите вместо Котофеича сегодня играет Diver 233 Ну как играет он бы играл Да но он играет вместо Котофеича то есть собственно стримит Да Смотрим состав команд состав Тайпанов Честно я не знаю что это за рота но они появились из Кайманов Тайпаны Три Мауса Раз два три четыре пять шесть семь восемь восемь семерок Две пятьдесят четверки и три артиллерии Две немецкие одна советская Это то что нам сейчас предоставили Тайпаны И в принципе твоя команда Да и моя команда Значит у нее как мы видим на данный момент есть один Е100 Пять маусов Один из седьмой Два патона Пятьдесят четверка и две арты Да То есть Вы тренировались Ты тренировался наверное тоже со своими ребятами Потому что это действительно Ты сейчас со стороны своей команды Да я сижу со стороны своей команды показываю как они играют Да давай посмотрим Значит посмотрим сначала на Тайпанов Я постоянно хочу сказать Кайманы Да Это наверное не случайно Не случайно Что они делают Что они куда они едут Тут вот такое вот занятие верха получается И есть уже первый засвет Есть кто кого видит Ой друг друга видят все ребята да 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 Здесь работает канадическая камера Можно отдалять Как видите Никак Никак Итак что мы видим Мы видим что команда RedRush как обычно поднимается То есть игра собственно говоря стандарт Игра стандарт Закидываю да Все собственно тяжелые танки Кроме двоих которые охраняют первую линию Заезжают наверх Вот Среднички светят через зеленку Вот подсвечиваю для артиллерии Вот двух пятьдесят четверок видят команда RedRush Team 2 Вот И арта вот работает Первый выстрел Слушай а откуда она уже работает? Откуда работает артиллерия? Кстати про ребят Про ребят которые вот сейчас вот в этой команде Капитан Де Доктор да? Да Совершенно верно Капитан команды Де Доктор То есть еще и капитан Ну ты ходишь тоже под его командованием Да Это наш капитан Он же стратег Как капитан Как стратег Отличный человек Вот Как Как может плохой стратег И плохой капитан Занять второе место На таком тяжелом турнире Как Intel Challenge Десятый Ну и то Второе место здесь было только Из-за того что На первом месте Спасибо Мункесу Да Личное спасибо от меня Да Но мы были единственной командой Которые выиграли у Мункеса хоть один бой Это тоже достижение Никто Никто Очень сильно мы видим сейчас Проседает у Кайманов 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 Тайманов 54 Все таки Тайпаны Я уже тоже ошибся Тайп Да Вот они с разным камуфляжем Один белый Другой серый Ну вот 54 Скорее всего Уже не отпустят Из-за того уголка То есть вот Паттон Ее просто расстреливают Да Ну так много СТ Кстати У Red Rush Да Ну давай заметим Что обе арты У Тайпанов Стоят на позициях Которые не простреливают Вот этих три Танка Которых я вот сейчас показываю Вот которые да 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 Арта становится Вот если посмотрите На мини карте Вы видите Оуу И Капи Минус ростик Ну первая СТ Просела Сейчас Алка накидывает А у Капи Сейчас же должен быть Матч на турнире Нет Сначала Котофеевич играет с Пайзеком А после этого Пайзек будет играть с Кайманов Потому что Ух ты Минус еще Забрали Забрали вторую СТ Которые залезли В это место Да Шам забрал Ну что можно сказать Как мы видим Команда Тайпана Уже осталась Без средних танков То есть Им собственно говоря Некем больше светить А с другой стороны Вон и Левша И Кто это у нас И Шам Они практически Целые Вот сейчас Семерку арта заберет И вот подсветили И где залп Она выезжает Выезжает просто Вот залп от арты Ну это не Эклипс Это другие ребята Дагман Снус Мумрик Да Да И Никотин Ну две профильных арты О есть Дагман как раз пришел Я знаю что Дагман Играл раньше В другой команде А не в Ред Раш Ну он совсем недавно пришел Предположенный как бы Да или нет Я если честно Не в курсе Поскольку Я остался в Киеве После турнира И поэтому я не знаю Что происходило в клане В последние годы Так он пришел совсем недавно Ну похоже что да С другой стороны Никотин Это наш профильный артиллерист Один из лучших То есть Одна из лучших А уровня Эклипса Это очень тяжело Потому что Замеряет Минус Минус Левша Минус Левша Я заметил кстати По Intel Challenge У Левша часто На СТшке подставляется Есть у него такой грешок Он скорее Оооо Посмотри что происходит Что там происходит Посмотри что у нас происходит Приехали Почти приехали Да Почти приехали Из-за утеса И сейчас с двух сторон Будут зажимать Вот все то что ты сейчас показываешь Вот да Вот сейчас я показываю Ренеймер Сервер Фордкон Страпс Зали Алексе Здесь их пятеро И сколько на них выезжает Из-за Трое с одного С одной стороны И трое с другой Это капи Это артиллерия Это наша артиллерия Которая сведена И как раз вот Выезжают Выезжают Слушай Маусы наверх Это очень такая Интересная тактика Семерка при этом Кстати Уезжает дальше Проезжает Просто прячется Ну прячется От прострела Во рты Да Вот Мауса Обезгуслили Ну что то вот Фокус Они сразу Двухта Нет фокус фаера Да Одни Получается Те кто выехали По прямой Фокусят Ренеймера Те кто выехали Из-за Маяка Фокусят Зали Вот Нет Ренеймера Уже убрали Сейчас снимут Второго Да Вот он Ух ты Сильвер Фолкон Как Просто накидывают Ну Давай заметим Что часть Семерок Еще стоит На простреле Артиллерии Да Блова Кстати У Редов Видите Если вы Понимательно Наблюдали У Редов Тоже взрывается Боукладка Да Да Они не такие Уже читеры Единственное Их чит Это Фокус фаер В основном Да Самый главный Знание Пробития Танка Вот мы только Что видели Что Одна из Артиллерий Команды Тайманы На мой взгляд Выстрелила бронебойкой Потому что Попала рядом С маусом И без дамага Вот Скорее всего Это был 261 Хотя я могу ошибаться Эти ребята Они Ой Что это По своему Попал только что Нет У меня такое ощущение Что кто-то из СТ Которые уже Кстати Приехали на балкон Попали по легионеру Нет Нет Это скорее всего Ваша Артиллерия Которая стояла На квадрате Б5 Пиджей Пиджей Д3 Вот он Где еще Кстати Это была вторая артиллерия Которая уже умерла Очень быстро умирает Сейчас Ну смотри Опять же Классический Раш Взяли в клешне Очень красиво У них был Плюс ланг Как же маусы Поднимаются там Сверху И не засвечиваются Или это все Как-то вычисляется Где они должны были Засветиться Они должны были Засветиться Скорее всего На подъеме Квадрате Джей 5 Нет В квадрате Джей А Ну кому их было светить Двух СТшек Зажали Вовремя Да Да Нет Маусы Когда поднимались По Джей 5 То СТшки Стояли В Месте Которое Мы Называем Е4 Да Вот Они стояли там И не могли засветить Подъем маусов Потому что Они уже прятались От паттонов Которые Расстреливали Зеленки Да Сейчас мы смотрим Просто избиение Младенцев Маленьких маусов Они действительно Сейчас малые Ущербные Из-за того Что осталось Только один Ну вот ты посмотри У нас Как обычно Капи настрелял Кучу фрагов Сейчас еще Скорее всего Сверху А Капи постоянно Да Добивается Да Он у нас Есть Да Как ты видишь Как я угадал Капи у нас Специалист По забиранию Фрагов Поэтому все Любят с ним Кататься во взводе Очень Да Капи тебе прилет Да Получается Кстати Если Котофеич Случайным образом Пройдет пази Что Пока ничья Ух ты Вот То следующий бой Котофеич играет С Капи Ну и как По моему прогнозу Это Ноученс Но Котофеич Нас умеет удивлять Ноученс для Котофея Да Ну Да Капи все таки Если не топ 1 То топ 3 На стехах 1 на 1 Поэтому А топ 1 кстати Кто сейчас Но это очень тяжело Потому что каждый раз Это разные результаты Ну Вот Пауэр слайд Занял Дважды Из 4 раз выиграл Один раз выиграл Ангел киллер Насколько я помню И первый раз выиграл Капи А левша? Я не знаю Почему Левша Левша постоянно Встречается с пауэром Ну Левша тоже Очень сильная СТ И это заканчивается Победой пауэра Да Как и да У них там счет 2-1 Насколько я знаю Но Каждый раз бои были Очень напряженные И оба игрока говорили Что В принципе Эти бои были достойны финала Вот В данном случае Мы видели Очень красивую игру Раша Я Можно скажу Конечно Для меня Вот эти вот игры Раша Они уже Как закономерность Как Как Сделать так Чтобы это было Такой закономерностью Ну Вот Например Тренироваться Например Тренироваться Например Тренироваться Не за 10 минут Перед боем А проверять зоны засвета Откуда точно засвечивают Вот смотри Сейчас Ваши То есть Ваши 54-ки Тайманов Тайпанов Тайпанов Да Ну вот Ты меня заразил Тем чтобы Оговариваться Я вообще не так говорил Кстати А как ты говорил Ты говорил Кайманы Я говорил Кайманы А я что-то среднее Ребят Вы извините Мы знаем Что вы Тайпаны Все хорошо Просто Мы в следующий раз Запишем И будем Не знать И не будем Оговаривать Да 54-ки Не засветили Вовремя Рашмаусов После этого Их достаточно Быстро Разобрали Паттоны Которые Стреляли Из зеленки По которым В свою очередь Не могла стрелять Арта Потому что Она стояла Не на правильной Позиции То есть На позициях С которой Нельзя было Прострелить Паттонов Вот В связи С чем Мауса целыми Добрались До Маяка И оттуда Одновременно Раш То есть При этом Арта Отпугивала Семерки Которые пытались Засветить Паттонов Которые были На центре И она Отпугивала До того Что Семерки Забились Под стенку И поэтому Они засветили Очень поздно И они засветили В принципе Одновременно Когда клешни Уже сомкнули С двух сторон В результате Победа С такой бы Как бы Сложной базы Наверное С первой Сложнее Как тебе сказать Первая база Она конечно Тяжелее В плане того Что Мы уже давно Писали о том Что эти базы Абсолютно Неуравновешенные И первая база Конечно Намного тяжелее Для игры Но не при данном Сетапе Но тем не менее То есть Я смотрю Что тут сейчас Очень-очень много Паттонов Набирает Ред Раш Тим 2 Это шутка? Нет Это не шутка Это То что Маусы Они На самом деле Что Они собирали Много дамага Но За свет И работа Арты Как показала Как показал Первый бой Были очень важны Поэтому Ред Раш Тим 2 Набирает Больше паттонов Давай посмотрим Сколько Кстати Вчера Брали Светляков Т-50-2 Тимбоседляк Который гоняется Сколько он гоняет 70 км в час Ну без 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 бензина Без бензина Он гоняет 72 А если взять Бензин И Доппайок И еще Обычный бензин Вместо ремкомплекта Так чтобы Просто А можно И обычный бензин Да Можно Уже давно Да ладно Класс Поэтому можно Скажем Голдовый ремкомплект И обычный ремкомплект Посмотри что творится Вот я сейчас Показываю Давай посчитаем Сумму очков Для интереса Сумму очков Да Во сколько они едут Да 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 60 50 Плюс Минус 4 А минус Ты минусуешь Да Я считаю Просто разницу Разница в 4 балла То есть Он Состав Ред Раш Тим 2 На 4 балла Насколько я вижу Ниже Так Надо ли тебе выехать Из струга Кстати Надо Надо Лучше Вперед Так я Секундочку Давай Можно пострелять Наверное В этого Мауса Сейчас Да 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 Ухи Я совсем заблудился Ну зачем Меня было Ну убили Так убили Неважно Легионер Я тебе это еще Припомню Ух ты По мне Семерка Хорошо Разрядилась А ты отъехал А я в базе Не родился На этой карте Вот Получается Так что в базе Не рождается Что делают Ред Раш Куда Где их Паттаны Вот они Уже есть Первый засвет И давайте Посмотрим Как Наши Промахиваются Как Ред Раш Тим 2 В 6 стволов Ни разу Не попадает По Есть Они попадают Хорошо Попадали И засветили И остановили И Ну вот это Классный Раш Семерка Минусует Ну и паттана Тоже заминусовали Который засветил Ух ты Ты посмотри Что они сделали Они взяли Много паттанов Чтобы сразу Забрать И засветить Полностью Подъем Весь балкон И сейчас По подъему И 44 Они забрали И семерки Уже Ох Посмотри Как они Да Ну 44 54 Сейчас Заберут И вот Они стали Уже Вне Прострела Арты И Арта Начинает Арта И Арта Не может Пережать Есть Видно И Засветили Арту Ох Это Растагат Сейчас Умрет Или Не будет Артиллерия Поним Разрежается Нет Я думаю Что Артиллерия Будет Минус Тяжи Минус Минус Капи Как-то Ну не наворует Он фрагов В данном бою Хоть как-то смогли Да Небраска Вон Ну ты посмотри Вон 18% Есть Заметили Заметили Это патана Этого Которая стоит Под майком И постреливает В своих Опа Еще один Минус У Раша Минус Амарли Но Как-то Так Слушай Может быть Их оттуда И выгонят Ну сейчас Посмотрим На самом деле Вот Действительно То что Ой Еще минус Один танк И даже Шам не Видят Что Один Один Сразу И Пиджей Один Шама И Штурм Сну 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 Очень просит Чтобы его Называли Либо Сну Но Убрали Да То есть Под такой Сетап Мне кажется Что Опять же Тактик у нас Доктор Я только Могу Комментировать То что Мне кажется Что Далеко не Всегда Является Правдой Вот Но Как-то Если ты Столько Танков Отдаешь За свет То нужно Было Взять Еще На Одну Арту Больше Наверное Вот Левша Один Здесь Остается Совсем Один Что Да Ну Левша Продолжает Подсвечивать И Видят Арту Кроме Того Что Все Танки Которые Поднялись За маяк Они Очень Хорошо Заминусованы Есть Минус Арту Сняли Никотин Замирает Да Ну Как я уже Говорил Не понял Никотин А Лена Да Да Та самая Лена Которая Была На Intel Челлендж На Финале Они Играют Мужем Да Играет Муж Ну Как Исторически Сложилось Что Муж Играет Днем Лена Играет Вечером Поэтому В большинстве Случаев Лена Играет На Турнирах Хотя Игры Не Менее Скилловая Арта Чем Лена Когда Они Купят Наконец Второй Компьютер То Мы Сможем Увидеть Двух Никотинов Что Будет Конечно Интересно Никотин М И Никотин Ж Да Или Л И Н Итак Что Мы Видим За Утесом Слушай На счет Равный 3 3 Единственное Чуть Да Ну Вот Паттон Аккуратненько Подсвечивает Цели И Левщак Кстати Да Остался Здесь Которого Ух ты Это Что В него Стрельнул Это Наверняка Кто-то Из Да Кто-то Из Под Утеса Стреляют Здесь Не По-моему Отсюда Тоже Спрослевается Нет Не Не Я думаю Что Это Вот Эти Две Семерки Да Вот Это Они Стреляют По Нему Вот Кстати В слепую Стреляют Но Потому Что Тем Время Кстати Снизу Снизу Заехали Два Мауса Легионер И Хач Нет Это Хэйт Это Хэйт Да Его Правильно Читать Хэйт Написано Х4 Т3 Поэтому Я читаю Но Х Эйти И Типа Четверка Это А О И Есть У нас Минус И Опять Никотин Кого-то Минусует Она Заминусовала Ту Самую Семерку Которую Подсвечивал Левша И Наконец Заминусовала Что Происходит Опять Раш Раш Это Раш Раш Кстати Раш Доктор Один Приехал Здесь Наверняка Не один Дарвин Соло Тоже Там Попытаюсь Тоже Быстро Переключиться Их Трое 54 Ты Видишь У нее Максимум ХП А У остальных Двух Танков Маловато И 54 Получается Так Что Прикрывает Своих А Просто Поставляет Гусеницу Да Вот Ну И Два Танка Тайпанов Тоже Уже Спустились До ландшота И Как ты Видишь Ни одна Ни вторая Команда Не рискует Атаковать Не рискует Если Ред раз Тим Два Выйдут Если Выйдет Флопси Дарвин Сан И Доктор Они получат От артиллерии Совершенно верно Может быть Это тоже Какой-то Тактический Маневр С тем Что Они Коптин Опять Убивают Сколько Фрагов Она уже Сделала Три Лена У нас Я слышу Что Говорят Как говорят Реды Про Команда Играет От артиллерии Совершенно Справедливо Вот Это Кстати Артиллерия У Тайпанов Никак Не может Отсюда Выехать Заметь Что Происходит Что Лена Отстрелялась И Аккуратненько Ред Раш Тим 2 Взяли Какой-то Больше Сектор Поэтому Она Сейфово Может Переехать И Туда Где Светились Тяжи И Вот Опять же Из-за Утеса Сейчас Подсвечивает 54 Тяжи И Вот Сейчас Никотин Накинет Выезжает Забирает Варнинг Еще Тоже Выезжает С центра Небраскоу Отбивается Как Может Доктора Все-таки Дебили А где 54 А вот 54 Флопси И Небраскоу Заберут По-любому Заберут Фаер Фалькон Пытается Ух ты Вот Привет Никотин Кстати Да Сейчас Есть Такая Возможность Да Сильвер Фалькон Здесь Оказывается Один Опа Среди Трех 313 Минус Флопси Он Все-таки Выцелил 54 Ну Как-то Тяжко В этот Бою Вроде Как Вторая База Легче Но Все равно Смотри Они Выбрали Сетап Который Был Легче На Половину Тяж Сильвер Фалькон За ним Гонится Варненко Он Пытается Уехать От него И Убить Тяжа Который Вот Дарвин Сан Он Его Не Видит Они Очень Близко Есть Видит Не Пробивает Друг 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 Это Да Не Дарвин Та Пробил Дарвин Пробил И Артан Тоже На всякий Случай Еще раз Застрелялась На этот раз Был Смус Мурой Как И В первом Бою Осталось Под горою Два Мауса Ну На этот раз Ты видишь У нас Большинство Команд Раншот Да И Согласно Прогнозам Котофеевич Присоединится Нам На следующий Бой А Следующий Бой У нас Будет Уже Ой Не Скоро Потому Что Сейчас Остается Сейчас Счет 1-0 В пользу Ред Раш Сим 2 И Есть Шансы На том Что Сейчас Будет 2-0 Ты видишь Арта Поехала Забирать Фраги Действительно Дайте Вою Никодин Пишет Тагил Мне показалось Тимкил Сначала А теперь Вижу Что Тагил Слушай Да Внутри Арты Едут Раш И Двух Маусов Это Конечно Красивая Ситуация И Кажется Что Один Из Маусов Среди Стрелял По Артиллерии И Без Дамага По ГВЕ Скорее Да По ГВЕ Либо Не попал Либо Без Дамага Ой Один ХП Остался Левша Забирает Левша И Последний Тяж Единственный Паттон Выживший Из Пяти Если бы Левшу Тоже Заминусовали На что Были Шансы Потому Что У них Стеха Стреляла Вслепую По Местам Где Скорее Всего Дислоцировался Паттон То Все Могло Быть По Другому Да Тайпаны Пишут Спасибо За Бой Вежливые Команды Да Доктор Тоже Пишет Что Игра Была Хорошая И Вот Возвращается Уже Котофей И Мы Подвигаемся Поближе Да Да Котофей Наверняка Хочет Передать Привет Пазик Знаете Я Сейчас Подожди Ничего Не говори Я Не знаю Как Сделать У меня Наушники Стационарные А вы Будете Разговаривать А мы Будем Передавать А ты Тихо А я Я буду Тихонечко Говорить Я буду Тихонечко Говорить Нет Просто Можно Сделать Вот так И Как И ты Говори И ты Говори Вот так Да Нет Вот так Ладно 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 Ребята Это 2-0 Было Да Это 2-0 Тем Временем Вот Уже Параллельно В Скайпе Написали В конференции Капитанов Что Пчелки Выиграли The Hive Могу сказать Что Передаю Привет Пазе Спасибо За Замечательные Бои Было Очень Интересно На самом деле Вот Ну И Собственно Все остальное Тут уже Без меня Обсудили Пазе Соболезнования За проигр В следующем Этапе Турнира Поскольку Наверняка Капи Ему Объяснит Кто Больше Папа Ну Если Кто Хочет Объяснит Пазе Кто Папа Мы сейчас Как раз Я зайду В общую конференцию С этого Компьютера Посмотрим Может быть Кто-то Еще Из команд Уже Готов Предоставить Свой счет Не факт Не все команды Заполняют Некоторые Просто Пишут В конфу Да Давай Пообщаемся Пока что Катафей Законит Давай Пообщаемся Кстати Я хотел Заметить Что Есть Примета Что Игрок Раша Которого Играет У Катафей Проигрывает Следующий Бой Да Это Уже Было Уже Было Такое Да Причем Мы в турнире На ТТ8 Как раз В самом первом бою Прям в турнире Попали С дайвером Друг на друга Я уверен В этом Хорошо слышно Да И очень даже Видно Покажи пожалуйста Правую руку Вот так Вот так Показывай Правую руку Человек приехал К нам Из Израиля Прилетел Прилетел Это было Очень долго Долговато Расскажи Как все таки У нас С киберспортом В Израиле Как у нас Тонки себя В Израиле Кувствуют У нас В Израиле Ты тоже из Израиля Я имею ввиду Тонки себя Чувствуют В Израиле Таки как Таки как На самом деле Вот есть Даже клан Который называется IDF То есть Israel Defense Forces Это клан Который Создали Израильтяне Меня в него Тоже приглашали Но Русскоговорящие Да Русскоговорящие Ребята Которые в Израиле Играют в танки В принципе В основном Играет Ру комьюнити То есть Очень мало Люди Играют в танки Которые Израильтяне При этом Скажем Играют На евросервере Потому что Они не говорят по-русски Таких я Знаю Ну пару человек Реально Большинство Все-таки Русскоговорящих Ну поскольку Собственно Танчики Они прежде всего Были ориентированы На русскоговорящих На СНГ В начале Да В целом Ну что Что сказать Я вот видел Что На том самом Intel Challenge Неожиданно Для меня Я об этом Не знал Один из игроков Родного Оказался тоже Из Израиля И более того Он сосед Который от меня Там 20 минут Езды на машине Вот И я с ним Познакомился Вот здесь То есть Играем в одном клане Рядом город Да Израиль на самом деле Очень маленькая страна Вот Если сравнить С той же Москвой То Израиль размерами Чуть меньше Киевской области Чуть меньше Киевской области А если сравнить с Москвой Чуть больше Москвы Чуть больше Москвы Да Ну Весь Израиль Да Очень мало места там Очень мало места Кстати Достаточно места Либо в Израиле Для того чтобы Все такие танки Разворачивать И Продвигать Как-то дальше Ну Смотри Смотря на что Ты ориентируешься Ориентируешься на людей Есть ли люди Которые потенциально смогут Или после того Как Все поголовно Потому что у вас В Израиле Все абсолютно должны Послужить в армии Мужчины и женщины Абсолютно все И там Отучился Или ты Пять курсов университета Или десять Все равно Ты служишь в армии Вот Совершенно верно Более того Если ты отучился В университете До того Как пойти в армию То ты получил Эта армия Отсрочку За которую Ты должен с ней рассчитаться И поэтому Ты работаешь По специальности Не три А шесть лет Вот так вот Да То есть Ну три года Из этих Они по контракту То есть Ты уже получаешь Деньги Плюс-минус Сравнимы С зарплатой На внешнем рынке Можно жить Действительно И плюс армия Одевает Обывает И дает Крышу над головой Или нет Небольшой интермедиат Это у нас Сыграли Девсы Нет У нас сейчас Сыграл Ред Раштим 2 Раштим 2 С Тайпанами Тайпанами И 2-0 В пользу Раштим 2 Ну естественно Конфей 2 Мы не будем Наверное Я не знаю Ребята Пишите внизу Под стримом Или пишите В конференцию Не конференцию А в канал Который я создал Хакки Open А почему Не стримят матчи Торнадо Пишите В конференцию Хакки Open Которую я создал В игре Чтобы Я забыл уже Какие бы матчи Вы хотели посмотреть Вот Потому что Ред Рашт смотреть Мне интересно Постоянно Вы можете Проиграть кому-то Ты знаешь Вот Ред Раштим Как мы видели Может спокойно Проиграть Вот Например Ред Раштим 2 Проиграла Нови Еще в отборочных Вот Кроме того Что если встречаются Два Ред Раша То тривиально Что один из них Проигрывает К сожалению Это обычно второй Вот Но Как вы сами знаете Мы только за то Чтобы нас стремили меньше Потому что Люди В принципе Видя нашу игру Вместо того Чтобы Правильно И гармонично Развиваться Просто Подстраивают Контр против нас Что мы Собственно Видели Перенимают Просто тактику Да Нет Скорее даже Именно смотрят На тактику И контряты Это то Что произошло На Европе Это им не помогло Да Но Один из боев Который Он проиграл Они проиграли Явно из-за того Что поляки Просто были готовы К тактике игры На данной карте То есть Именно Они знали Как поедут танки Они знали Что нужно сделать И они сконтрили Мы ведь знаем Что у большинства Сильных команд Но и у RedRush Тем более Не одна тактика Далеко не одна тактика На каждой Но Есть У RedRush Team1 Есть Голова Мункиса Которая Исчисляет Практически Каждый миллиметр Карты Мне так кажется Однако Все равно Есть там Даже если есть Две-три тактики То ты По первому засвету Можешь определить Какую именно тактику То есть Понятно что Просто придумать Тактику На карту Или придумать Тактику Которая Просто контрит Одну из трех Это разные вещи То есть Намного легче Придумать контр Поэтому Мы в принципе Только за то Чтобы нас не стримили А стримили бои Которые идут параллельно Ну я думаю Покажем Кстати Следующее Что мы будем смотреть Это будет Секундочку Посмотрю RedRush Team2 Нет Против Devs Ну может быть Мы покажем Этот бой Может быть другой Как кстати Закончился У нас Orange Paradise Против А нет Какой там бой Может челки торнадо Или захват радта С кем у нас сейчас Играли Orange Paradise Кстати я смотрю Они играли с Devs Девсы пишут в конференцию В скайпе Что у них сейчас матч на лиге 1-0 в их пользу Но они вынуждены сейчас прерывать бой Или просить нас отложить доиграть Похоже потому что у них матч на лиге Они пишут что Orange Paradise Тянут время Я тебе уже пытаюсь ответить Ты начинаешь кричать Я думаю мы отложим это все равно И следующий матч у нас будет Быстров 22 24 часа По Москве Полночь по Москве У нас 10 часов По Детский По Украине Ну я сейчас сделаю Перерыв Мы сейчас сделаем перерыв Смотрите нас Может быть мы покажем Все таки Зарядраж Семь 2 А может и нет А может быть и нет Да Пишите в конференции Вот в игре Которая создана Пишите какой матч Вы хотели бы увидеть В первую очередь Из тех которые нам предстоят И мы пойдем вам навстречу Если будет достаточно много Желающих На один и тот же матч Не ну как то Смотрите Вот даже по Турниру Вот Red Rush Показали Давайте теперь покажем Дефов Как дефы играют А как раз по-моему Это Red Rush и будут играть С дефами Да Ну значит покажем вторую команду Orange Paradise Да Который еще не смотрит Ну в общем Действительно пишите На форуме Вот в комментариях К стриму Кого вы хотите увидеть И наверное Именно их мы и покажем Переверыв Еще спрашивали ребята Почему не показывают